казалось бы я должен был бы уехать в другое место и оттуда вам направлять свои фотографии или видео но обратите внимание позади меня светит луна практически полная полнолуние было вчера но и сегодня тоже можно считать так а слева от меня гора бойко я на другой стороне от одного селения и она расположилась как раз напротив меня я вновь сегодня даже не днем а ночью нахожусь у ее подножья я хочу вам предложить поучительный рассказ который объяснит почему я здесь оказался помните вам рассказывал что гора бойко в крыму считается местом силы и это мистическая гора о которой даже знаю тибетские монахи и говорят о том что по своей энергетике силе гора бойко не уступает гималаем я рассказывал вам о том что почувствовал эту силу мое тело живо откликнулась на него и я получил дары от горы бойко но еще я вам говорил о том что по рассказам те кто знает эту гору вы должны были узнать что она и отнимает силы и это произошло со мной это произошло со мной и я хочу вам рассказать об этом чтобы с вами не произошло такое во что вляпался я по своей глупости и беспечности который не позволительно человеку который обладает уже и опытом и знаниями так что же произошло дело в том что на второй день накануне когда я остался на ночь и занимался своими практиками наслаждаясь энергией которую получал от горы бойко какой-то момент я поймал себя на мысли что уже не испытываю такого чувства почтения к этому месту как в первый день эта мысль мелькнула я постарался как можно быстрее забыть считая что ничего страшного я был первый тревожный сигнал затем я стал искать место где мог бы вести видеосъемку может быть даже записать медитацию взял свой осветительный прибор очень мощный очень сильный прожектор и стал с ним гулять по берегу озера который находится как вы знаете у подножия горы бойко потом я спустился к воде и когда светил воду я увидел перед собой лягушку от была очень красивая лягушка насмотрела прямо на меня и тут у меня промелькнул шальная мысль о том что должен быть от прожектор и и ослепляет у меня появилось такое игривое настроение думаю дай-ка выключу ее сейчас а потом резко включу каково это будет я вел себя как ребенок беспечный и когда я выключил прожектор у меня появилась мысль что я не должен включать его вновь и ослеплять эту лягушку это причиняет ей неудобства возможно боль возможно страдания но и на это раз получив 2 тревожный сигнал я его проигнорировал продолжая играть свои игры я включил этот прожектор лягушка все также неотрывно смотрел на меня в упор потом я конечно прожектор этот обвел и пошел этот момент я понимал что сейчас я совершил несколько деяний которые совершать не должен был я думаю многие из вас смотрели фильм известного корейского режиссера забыл имя зима весна точнее весна лето осень зима и снова весна очень поучительный фильм вы наверное помните как ребенок маленький шалавлиль которым все простительно баловался с рыбкой и как потом ему самому пришлось замаливать этот грех своего детства когда он уже стал очень взрослым человеком вот нечто подобное произошло и со мной я конечно постарался попросить прощения не очень хорошо помню что он не было полностью искренним и глубоким я находился в состоянии играющего мальчугана беспечного безмозглого на следующий день как вы помните я вновь вернулся горе дело удачно очень красивые фотографии а потом потом все и началось первое что произошло я наскочил машины на склоне горы на кусочек бордюра железобетонного который там был поставлен чтобы оградить кострище их там несколько когда сдал назад я вышел из машины посмотреть что произошло одна из сторон машины пострадала покорежилась а потом когда я завел машину и поехал я вдруг обнаружил что отказал одна из бортовых систем для меня крайне важно моих путешествиях система которая поднимает ходовую часть в три ступени наверх делаю машину очень проходимой это меня не раз спасала жизнь особенно когда я попадал болото отказали другие системы связанные с дифференциалами с полным приводом разделением и другими функциями а также функциями подъема гору и спуска с горы для меня эти вещи путешественника в горах просто незаменимы именно поэтому я мерседес и выбирал джип и вот эта система отказала я несколько раз пытался завести машину выкручал надеюсь что она заработает я не знаю это не должно было произойти это что я наскочил на бордюр она не повредила ходовой она повредила декоративные элементы которые потом можно будет отремонтировать заменить хотя это будет стоить недешево настроение упала очень сильно упала время было уже заката я поспешил на другую сторону озера делать снимки снимки были так себе с каждой минуты настроение ухудшалась ведь это означало что я теперь теряю доступ к некоторым горам я не смогу на них подниматься я не смогу безопасно опускаться и уже нечего говорить чтобы я преодолевал серьезные препятствия вот тогда будучи уже понимаю что я наказан я начал просить у горы прощения и у бога просила искренне безусловно ведь когда тебя дают подзатыльник или пинка под зад ничего кроме искренности когда прочь прощение не возникает потому что ты можешь получить и еще один подзатыльник и еще один пинок и невозможно не раз я понимал что мне особо рассчитывать не на чего но тем не менее я чувствовал и раскаяние и чувство стыда тем машину завел и вдруг бабах система включилась машина стала вновь полноценным джипом я возвращался на базу когда я вернулся поздно вечером на меня неожиданно какой-то сильной агрессии набросилась горничная стала говорить всякие вещи я целый час потратил на то чтобы ее вывести из этого состояния по самому оставаться в ровном состоянии в итоге она умиротворилась успокоилась я понимал что этот акт агрессии исходящее от нее еще от руководства гостиницы которая стала предъявлять не с того не сего вдруг какие-то мне совершенно ненормальные требования о чем мне пришлось им объяснить не было случайным актом агрессии я вам вчера снимал видео о том что поужинав любой с луной вернулся пожелал вам спокойной ночи вернулся к себе на базу и тут я почувствовал что у меня поднимается температура я заболел хотя я не сильно не замерзал ведь грелся у костра мне пришлось пить лекарства и днем хотя я наметил день отъезда я остался в кровати продолжаю пить лекарства надеюсь что к вечеру возможно более-менее восстанавливаюсь самое интересное что и вторая горничная у нее они меняются через день тоже проявила так агрессия она почему-то взяла отключила меня горячую воду но слава богу мне не до нее было не до воды горячая уж не стала вы ничего говорить пожелал ей просто добрую ночь когда вернулся и зашел в свою комнату когда лежал кровати я полной мере осознал насколько я неправильно вел себя вместе сил и вот вам ребят урок хотя это знанием я обладала ранее если вы приходите на место силы от начала до самого конца ведите себя достойно посмотрительно почтительно не обижайте никого кто находится на территории этого места силы а там все взаимосвязано они как дети для этого места я видел лягушка понимаете как в снародной сказке это лягушка ведь не просто маленькое существо возможно в ней обитает и дух самой этой силы и дух явился виде лягушки как в сказке на самом деле лягушка ивана царевича это была принцесса принцесса вот такая история ребят вот такая история как видите я был награжден горой горой бойко этим мистическим местом местом силы дарами изначально я вам рассказывал о них но потом совершив непотребные деяния это гора отняла у меня силы и след пошли события одно негативное второе третье четвертое могло произойти еще хуже могли быть более серьезные последствия со мной еще мягко обошлись со мной еще мягко обошлись и вечером я понял что вновь должен вернуться горе и просто побыть рядом с ней ни на что не рассчитывая придя уже с полным осознанием того что я каюсь я осознаю свою негативную деятельность непотребные на склоне ее горы этой горы и вот здесь я записываю видео она рядом рядом прекрасная луна прекрасные звезды возможно сейчас здесь у меня будут силы а я здесь сижу сейчас кресло отдыхаю я поднимусь поеду к озеру разгожу там костер заранее сегодня купил дрова жидкость для розжига чтобы не мучиться лопатку чтобы потом засыпать этот костер моих планов встретить сегодня рассвет и пофотографировать не знаю позволит мне здоровье или нет ведь уже достаточно холодно но посмотрим не буду загадывать я вам рассказал эту историю чтобы еще раз напомнить о том что как бы человек не был духовно продвинут каким мы знами не обладал знаете как поговорки на любого мудреца довольно простоты она и старуха бывает проруха моя сумма уверенность поубавилась теперь я буду более осмотрительны постараюсь быть постоянно осознанным не игнорировать ни в коем случае те тревожные сигналы которые посылает мне мой разум и окружающая среда вести себя достойно полной мере осознанность что путешественник путешествие везде где бы он ни находился должен себя вести так как в храме 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 природы храме который создал бог понимая что на его пути если будет все правильно с его стороны его ждут дары но если он будет ошибаться он будет наказываться я благодарю их за это наказание потому что это обучение это воспитание я получил очень хороший урок очень полезный для себя урок и поделился с ним с вами надеюсь кому-то из вас он поможет избежать подобных ошибок спасибо что вас хватило времени возможности и сил досмотреть это видео желаю вам удачи ребят счастливо